И когда попал в плен? 6 сентября, в районе 5-6 часов вечера. А где? И обстоятельства? Обстоятельства? Да, как и у всех обычно, бросили командира, офицеры уехали, и с товарищем, который тут со мной находится, не знаю, что делать, ну и пошли в сторону России, то есть взяли маршрут туда, в эту сторону, и там уже разведка ЗСУ нас приняли. То есть мы взяли покушать, вещи теплые, потому что мы не знали, сколько нам идти, куда, потому что мы, когда нас привезли, в местности мы особо не ориентировались, и командиры как бы тоже нас особо ни в чем не информировали, и поэтому так примерно на скидку взяли, что сможем унести с собой, там, продукты, такие вещи, то есть зимние, теплые, и все, а там разведка ЗСУ, ну, уже сказали, скольце, приняли разведку ЗСУ, приняли хорошо, то есть давления никакого не было, по-человечески относились, то есть ничего такого. Стояли как бы на дежурстве, ну, с правильным делом, жили в одном частном доме, где никто, никого не было, а потом... Сами зашли в этот дом? Да, ну, нам сказали просто, ну, да. Кто сказал? Старший, говорит, вот этот дом свободен, может... В смысле свободен, а даже частный дом? Да, да. Ну, вы зашли, взломали двери или как? Нет, открыто было все. Открыто просто, да? Людей не было? Людей не было, люди, да, тушили. Ну, там в этом поселке жил кто-то, для нескольких человек. Ну, я после этого отставил дежурство, когда был там, прилег спать, спать лег в подвал, а остальные все находились дома. Ну, у нас взвод, ну, не целый был еще из девяти человек. Ну, проснулся, должны были бы я разбыть, было 4 часа, я проснулся уже, я говорил. Ушли просто, а меня забыли разбыть. Все. А пришло в СУ, да? А? Ну, я два дня жил в этой деревне, не знал, в какую сторону, короче, идти. Ну, приехали эти, украинцы. Все. Время. Время. Время.